Ильичевцы почтили память погибших во время противостояния на Майдане в ходе митинга, который прошел в пятницу на Аллее Героев Небесной Сотни. Ильичевский городской голова Валерий Хмельнек провел встречу с семьями Ильичевцев, призванных в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации, чтобы выяснить, какую поддержку может оказать городская власть. Личный прием жителей города провел в четверг в Ильичевске начальник управления морехозяйственного комплекса и связи Одесской облгосадминистрации. Ильичевские библиотекари приглашают всех желающих принять участие в акции «Подари книгу библиотеки». Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку выпуску мы пропонуем до вашей уваги короткий огляд подий в Украине и свете, информацию, про которую получили из интернета интернета, за помощью интернет-провайдера Global CityNet. В Украине вшановують память героев Небесної сотни. 20 лютого – найтрагічніший день Революції Гідності. Рік тому у центрі Києва силовики розстріляли десятки активистів. На дахах найближчих готелів розташували снайпери, які відкрили прицільний вогонь по митингувальниках. Події річної давнини відтворили активісти на сходинках столичного українського дому. За п'ятницю зафіксовано один з найбільших стрибків курсу долара – на 2 гривні 20 копійок. Такого розвитку подій мало хто очікував, особливо в НБУ. Все чітко простежувалося, так як вся статистика була зупинена, не було ні офіційного курсу, ні середньозваженого на міжбанку. На закритті міжбанківського валютного ринку у п'ятницю середній курс долара склав 28 гривень 80 копійок та 29 гривень 70 копійок. Кабінет міністрів України закриває 24 автомобільних, залізничних, місцевих та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон у чотирьох областях країни – Луганський, Донецький, Сумський та Харківський. Йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на сайті Кабміну. Згідно з доданим до розпорядження переліком, закрито 10 пунктів пропуску в Луганській області, 3 – автомобільний, 1 – залізничний та 8 – автомобільно-пішохідних, 2 – у Донецькій, 9 – у Сумській і по одному у Чернігівській і Харківській – всі автомобільно-пішохідні. Чотири із закритих переходів мають статус міждержавних, решта – 19 – місцеві. Обидва закритих прикордонних переходів в Донецькій області та 5 – 10 – в Луганській розташовані на ділянці українсько-російського кордону, яка на цей час не контролюється владою. Всі 7 закритих неконтрольованих пунктів пропуску відносяться до категорії місцевих. Пункти закриті на невизначений період. Угорщина відклала підписання нового газового контракту з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пояснивши рішення нестабільністю ціни на міжнародному ринку. Він також зазначив, що нинішня відстрочка забезпечує поставки газу Угорщини приблизно на 4-5 років. Днями під час візиту в Будапешт президент Росії Володимир Путін пообіцяв гнучкіший контракт з Газпромом, якщо Угорщина відмовиться від поставок газу в Україну. В Одеській області на трасах з'явилися ями глибиною в метр. Про це повідомив керівник депутатської комісії облради з транспорту Олександр Сошенко в ході зустрічі адміністративно-господарського активу області з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко. За словами Сошенко, загальна довжина доріг в регіоні 8200 км, а виділили на їх утримання всього 142 млн грн. Це нічого. У напрямку Одеса-Рені половина траси в ямах глибиною більше метра. Перевізники скоро відмовляться в'їжджати в населені пункти, зазначив він. На це йому міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що уряд поки вивчає, як провести децентралізацію і готує зміни до бюджету. Але ніяких гарантій, що ситуація зміниться, він не дав. В п'ятницю громада Ілічівська вшановувала пам'ять загиблих під час протистоянь на Майдані Незалежності в лютому минулого року. Мітинг, присвячений Дню вшанування потвигу учасників Революції Гідності, відбувся на Алеї Героїв Небесної Сотні. 20 лютого, згідно з указом президента України про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, встановлене щорічне відзначення Дня Героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали життя, захищаючи ідеали демократії, відстоючи права і свободи людини. За покину молитву за загиблими героями створив отець Михаїл, представник Свято-Миколаївській парафії Української Православної Церкви. Потім до присутніх звернувся заступник Крічівського міського голови Сергій Білюк. «Рік тому на нашій головній площі, нашої країни, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, кунюми снайперів вбивали мирних протестувальників. Я був там один з учасників цих подій, безпосередньо знаю, що відбувалося в Києві. Ми живемо в 21-му сторіччі, але вже прагнення людей до свободи, до європейського вибору треба таким звірячим підходом відбивати. Я гордий тим, що живу в цій державі. Гордий тим, що українці мають в себе гідність, гідність відстоювати своє право на свободу». Значення подій минулого року для українців важко переоцінити. «20 февраля, наверное, для всіх українців останеться таким самим прискорбним днём, тому що действительно произошло невозвратиме, що-то произошло в нашій Україні, але ті люди, які погибли в Києві от пульснайперів по-разному, то є вони нам дали, наверное, другої вибор в нашій країні, щоб наша країна могла розвиватися і в тому форматі, в якому действительно захотять люди». Учасники мітингу завмерли у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні. На завершення мітингу ілічівці поклали квіти та встановили палаючі лампадки на алеї Героїв Небесної Сотні. В п'ятницю ілічівський городський голова Валерий Хмельнюк провел встречу з семями ілічівців, призванных в ряди Вооружённих сил України по мобилизации. С начала минувшого року на военну службу призвано більше 220 ілічівців. Городські власні сидять за судьбою кожного нашого земляка, призванного по мобилизации. Согласно указу президента України, призыв по мобилизации будет продолжаться в течении 210 дней. С начала проведения антитеррористической операции из нашего города было призвано на военную службу 220 ілічівців. Здесь у каждого із них остались родные і близкі. Городскими властями Ілічівська був принят ряд программ, направленных на социальну защиту і поддержку семей мобилизованных ілічівців. Щоби із первых уст узнать о проблемах, с которыми сталкиваются сімі ілічівських защитників, городська голова Валерий Хмельнюк проводит встречи в формате «Круглого стола». На таких встречах в неформальной обстановці за чашкой чая матери і жін і солдат можуть задати вопрос мэру города или специалистам профільних служб сполкома. Работа, направленная на поддержку семей мобилизованных ілічівців, буде продолжаться. Городські власти по-прежнему будуть следить за судьбою кожного жителя нашего города, призванного на военную службу по мобилизации, оказывать помощь і содействію. Расширенний репортаж о прошедшей встречі. Смотрите в выпуске ілічівських новостей в понедельник, 23 февраля. На территории Илічовского горсовета действует около 20 маршрутов, которые связывают наш город с Одессой и другими населенными пунктами области. Пассажирским автомобильным транспортам ежедневно пользуются более 17 тысяч илічовцев. Один из основных вопросов, волнующих как пассажиров, так и перевозчиков, это повышение стоимости проезда. Эта проблема обсуждалась на приеме заместителя начальника управления морехозяйственного комплекса и связи Одесской облгосадминистрации, который чиновник провел в Илічовске в четверг. Пять внутренних маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 2,5 тысяч жителей города, перевозят более 2,5 тысяч человек. От 14 до 15 тысяч илічовцев каждый день перевозят 12 пригородных маршрутов. Работу пассажирского автотранспорта на территории Одесской области контролирует управление морехозяйственного комплекса транспорта и связи областной государственной администрации. Есть график, который расписан и подтвержден главой администрации. И приезжая в район, мы как-то пытаемся изучить те проблемы, которые существуют в каждом районе. Состояние автомобильных дорог – это одна из составляющих качественной работы автоперевозчиков. Заместитель начальника управления морехозяйственного комплекса транспорта и связи Одесской облгосадминистрации отметил, что по сравнению с другими районами области в нашем городе не стоит острая проблема качества дорог. Чтобы дать оценку, допустим, вашему Илічовскому, любого хозяина можно посмотреть по городу. Если город чистый, аккуратный, так, то можно сказать, что Илічовск, именно хозяин, мэр ваш, Валерий Яковлевич на месте. Хочу сказать, что состояние дорог удовлетворительное, хорошее. Мы стараемся, чтобы наш перевозчик «Автотрансукраина», который работает на маршруте в направлении Илічовска, больше всего предоставлял качественные услуги вашим, допустим, жителям города Илічовска. Основной проблемой для автоперевозчиков на сегодняшний день является резкое подорожание топлива. Единственное, что сейчас есть одна серьезная проблема, это, конечно, подорожание топлива. Если мы раньше поднимали тарифы, и тариф у нас был 33 гривны, то бишь 33 копейки за один километр пробега, то сейчас, конечно, перевозчики стонут. Стонут только из-за того, что уже топливо поднялось. Топливо каждый день поднимается, это никто не замечает, когда топливо. Если поднимается проезд, сразу все кричат, вот подняли проезд, подняли проезд. Но последнее повышение было топлива, если не ошибаюсь, поднятие тарифа было 12,50 топлива стоило. Из расчета 12,50. Сегодня топливо 21,50 стоит. Стоимость проезда так и осталась, 12 гривен, как и был. Еще одна проблема – это снижение пассажиропотока, что также влияет на рентабельность автопредприятий. Руководство вынуждено идти на непопулярной мере и уменьшать количество рейсов. Дополнительные расходы приносит перевозчикам и перевозка льготных категорий пассажиров. Вторая проблема – это 60-е маршруты, это общий социальный маршрут. Мы раньше делали 25 оборотных рейсов, затем 20, сегодня мы делаем 15, и завтра будет стоять вопрос еще о сокращении раз в два часа, в связи с тем, что просто мы не вытягиваем. Рентабельности просто ноль. И за прошлый год, в этом году я получил 7,865 гривен, по-моему, компенсации. Это ровно, если взять на соляру, это мне как раз на 60-й маршрут на 4 дня хватит, но я получил это за 365 рабочих дней. Тем не менее, до конца марта перевозчики обещают не повышать стоимость проезда в пригородном автотранспорте. А сейчас информация ДПИИ в м. Єличевську. У понеделок, 23 лютого, с 10 до 12 години за телефоном 3-49-50 будет проведена сеанс телефонного связка «Гаряча лінія» за участью начальника управления доходов и сборов с физичных осіб Ларисы Иванівни-Серомят. Тема «Гарячої лінії» – основні зміни в оподаткуванні доходів с физичных осіб. Повторюю номер телефону «Гарячої лінії» 3-49-50. По информации Ильичевской бассейновой больницы водного транспорта, с 13 по 20 февраля на пункт связи скорой помощи поступило 346 вызовов. Из них 49 к детям, 4 вызова оказались сложными. Бригадами скорой помощи оказана медицинская помощь на дому 214 гражданам, доставлено в приемный покой для госпитализации 75 человек. Всего в приемное отделение больницы обратилось 477 человек, из них 298 было госпитализировано. В травмпункт обратилось 109 человек, из них с травмами криминогенного характера 7 человек, укушанных бредячими животными 3 человека и 2 человека, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. За минувшую неделю в Ильичевске родилось 12 детей, 5 мальчиков и 7 девочек. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами в воскресенье 22 февраля с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улице 1 мая в доме 1 Г, в исполкоме, поликлинике, медицинском центре Интасана, аптеке номер 1, доме Быторадуга, бизнес-центре, Марфинбанке, Сбербанке, Россия, на рынке Сокол и прилегающих к нему киосках, кафе Пкупава, магазинах Павлин и Раса. Ильичевский Рес приносит свои извинения за причиненные неудобства. В Центральной городской библиотеке имени Ряченко на протяжении всего года проходит акция «Подари книгу библиотеки». В этом году появились некоторые особенности, о которых вы подробнее узнаете из нашего сюжета. Акция «Подари книгу» стала традиционной для Центральной городской библиотеки. Каждый желающий может принести свою книгу, залежавшуюся на полке. Подаренные книги постоянно пополняют стеллажи библиотеки, а некоторые из них отправляют тем, кто в ней нуждается, например, в детские дома и справительные учреждения. Мы всегда рады, когда люди дарят нам свои книги, потому что очень многие немножко расчищают свои библиотеки. Может быть, книги им уже не совсем нужны, и они приносят их дар в библиотеке. Мы всегда рады, мы себя с удовольствием принимаем, с этих людей благодарим. В дополнение акции возле Центрального входа в библиотеку построен домик для книг. Любой желающий может взять понравившуюся книгу или журнал, взамен оставив другую литературу. Мини-читальня открыта круглосуточно для всех ильичевцев. Эта маленькая библиотека предназначена для того, чтобы происходил между населением обмен книг. Если вы решили с ребенком провести время возле нашей библиотеки, возле нашей прекрасной рыбы, вы можете подойти к этой маленькой библиотеке, взять из нее книгу, либо принести какую-то свою из дома, провести прекрасное время, пока ваш ребенок гуляет, почитать и узнать что-то новое. В конце года на читательской конференции будут подведены итоги, и самые активные жители города будут отмечены руководством Центральной городской библиотеки имени Ряченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Завтра в это же время смотрите итоговый информационный выпуск Ильичевские новости события недели. А сегодня с вами была Анна Кочин. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин